Не только с точки зрения пользователя, так и с точки зрения сервисника. Что интересно для нас. То есть изначально, как вы говорите, вполне может. Значит, в чем преимущество наших котлов? Преимущество в том, что этот котел перекрывает весь модельный ряд котлов, необходимых как для пользователей частного сектора, так же они перекрывают пользование подквартирные. У нас сейчас застройки происходят в городе. Соответственно, модельный ряд от 11,6 кВт и до 46 кВт они занимают. То есть это можно как малый дом обеспечить или подквартирное оборудование, так и неплохие большие коттеджи, как бы до 500 квадратов можно обслуживать. Затем у котлов ДЭО внутри, что необходимо, находятся медные теплообменники. То есть многие наши конкуренты ссылаются, что у них все из меди и, соответственно, ценник у них очень большой. То есть у нас теплообменник медный внутри камеры сгорания для передачи. То есть эти котлы предназначены для передачи тепла не в дымоход, а именно в систему отопления. И для этого необходим медный теплообменник. Дальше патрубки. У нас есть из резины. Это первая проблема, которую говорят наши конкуренты. Но на самом деле такой проблемы нет. Резиновые патрубки служат... Вот у меня самый старый котел. Это порядка 14 лет уже стоит. И до сих пор патрубки живы, целы. Дальше. Теплообменники вторичные. Так как мы работаем напрямую с Кореи и общаемся с технологами производства, мы ушли... То есть мы изначально не рассматривали теплообменник бетермический. Потому что теплообменник у нас... У нас в Краснодаре... Ну, друзья с Краснодара. То есть, соответственно, у нас есть проблема плохой воды. Если у нас будет бетермик, он просто-напросто будет сильно часто забиваться. И смысла в нем нет. То есть менять большой узел из-за забитости теплообменника... То есть у нас есть вторичный теплообменник. Он выглядит вот так, выполнен из нержавейки. То есть слоями набран как слоевой пирог теплообменничек. И, соответственно, вода за счет косвенного прогрева проходит слои отопления между слоями горячего водоснабжения. Через стеночки передается тепло. Соответственно, получается горячее водоснабжение. И у нас есть возможность получать объем воды полноценный. Также котел переключается. Если котел у нас 11,6 кВт на отопление используется, для горячего водоснабжения котел греет на 18 кВт. То есть он увеличивает свою мощность. И для того, чтобы получить полноценное количество воды, он использует большую мощность. Значит, дальше. В котле ДЭО используется циркуляционный насос. Нынче уже используется он на магнитной муфте. Изначально насосы у нас были от старой модификации. У них была закрытая камера, вернее, был мокрый ротор. И, соответственно, внутри стакана металлического вращался ротор. На нем сидела крыльчатка. И эта крыльчатка у нас воду эту гоняла. Но ситуация в том, что была проблема в том, что этот стакан от электрической части разделялся сальником. Резиновым сальником, который по истечении времени от того, что здесь проходит холодная вода, горячая вода, то есть он усаживался, остановился меньше, и была возможность попадания воды в электрическую обмотку. Они как бы отрабатывали где-то 7 лет, а потом выходили из строя. Но были большие нарекания, и от этого решили уйти. И новые насосы у нас идут уже на магнитной муфте. То есть ротор вращается отдельно, электрическая часть отдельно, водяная часть отдельно. То есть на крыльчатке находится магнит, и на роторе находится магнит. И магнит магнит крутит. Соответственно, нет возможности сгореть насосу, если заклинило крыльчатку. Есть возможность долгой работы без попадания воды внутрь электрической части. Дальше. Модуляционный газовый клапан у нас находится в самой... Он у нас защищен мелкой сеткой. Изначально стоит две катушечки на 220 вольт, а одна на 12. То есть две катушки дублируют друг друга. Соответственно, не того, если один даже клапан у нас имеет возможность пропустить газ с аварией, если авария на ГЭТП где-то произошла, то второй уж точно закроет и не даст возможности произвести взрыву или каким-то неприятностям для человека. Котлы все очень безопасны, то есть оснащены большим количеством автоматики. Соответственно, если кто-то говорит, что эти котлы небезопасны, я с удовольствием с ним поспорю. Потому что у котла есть датчик перегрева. Это плюшка, которая стоит на теплообменнике. Если температура достигает 90 градусов, котел полностью выключается, теряя 220 вольт, на некоторое время, потом опять заново включается. У котла есть газовый клапан грамотный, который опять же при давлении больше 600 мм водяного столба запирает клапаны и потом просто-напросто не позволяет включиться к котлу, дабы не произвести никаких проблем. Дальше, также температура контролируется постоянно датчиком температуры, который у нас находится на подаче. То есть, если температура будет зашкаливать на подаче, это лучше, чем она бы мерилась на обратке. То есть, дальше у нас есть датчик протока воды, который позволяет, если у нас будет наличие воды, где-то утечка будет, проток на дисплее будет у нас отображаться. Это все, то есть, проток будет сигнализироваться. Также у нас есть фотодатчик, который контролирует процесс горения пламени. Многие котлы оснащены ионизационными датчиками, которые страдают от коррозии, то есть, все равно есть какие-то напыления, отложения. Вот сейчас на башах, как бы, идет проблема. Нужно его немножко подчищать иногда. Либо горелочку, само отчисление, либо... Здесь же идет оптический датчик, который смотрит в окошко и контролирует не только процесс горения, то есть, наличие пламени, но также контролирует и цвет пламени. То есть, цветовая гамма также отражается. То есть, и может запретить работоспособность, если пламя не соответствует норме или не попадает в диапазон. Но также есть и вопрос в этом датчике в том, что если, например, происходил скачок напряжения, то есть, котел стоит без стабилизатора напряжения, и котел просто... То есть, датчик это как самое слабое звено. Он может сбиться с своего диапазона и, соответственно, будет показывать... То есть, он не будет видеть пламени и просто показывает, что пламя отсутствует. Хотя пламя будет воспламеняться, он не будет его видеть, и в результате датчик придется поменять. Но это, как бы, опять же, условие. Об этом мы еще поговорим. Значит, что у нас еще есть? Значит, про инфракрасный мы поговорили. Значит, двигатель вентилятора у нас... У нас изначально у нас были вентиляторы шли на переменке. Теперь сейчас уже он идет на постоянном токе. То есть, да, и теперь у нас идет он на... То есть, если раньше, например, для нас было попроще, в том смысле, что 220 вольт мы подключали и шел у нас... Ну, мы могли проверить его в любом месте, то есть, в розеточку воркну и проверили наш вентилятор. То есть, сейчас для нас похуже. Вентиляторы новые начали работать на 43 вольтах. Но это, как бы, больше для потребителя удобно, потому что, как бы, использование малого количества энергии получается у нас. Значит, помимо того, что наш котел может работать на сетевом газе, также его легко перевести на пропан. То есть, ситуация в том, что, не знаю, как у вас, но у нас многие дачные кооперативы сейчас проводят усиленно газ и, соответственно, до того, как придет к ним сетевой газ, им надо как-то стараться прожить. Многие люди не хотят топить дровами, углем сейчас, как бы, это неудобно, нехорошо. И хотелось бы поставить эти котлы, чтобы в дальнейшем была возможность перевести на сетевой газ. То есть, устанавливается котел ДЭО. Значит, на плате управления у нас есть микротумблера. Я сейчас вытащу, покажу. То есть, переключается микротумблер в положение работы на сетевом, на пропане. Просто микротумблер ставится первый вверх и перекручиваются форсуночки. Настраивается котел по газу и проблема уходит. Значит. Продолжение следует... Значит, вот такая вот кладка тут находится. И вот самый первый из выключателей у нас поднимается вверх. Это переключение котла у нас на пропан. То есть, внизу это газ-сетевой будет. Дальше микротумблеры переключают у нас, во-первых, положение, то есть, по модели. Вот здесь у нас есть дополнительные таблички, которые мы можем... Если вдруг случайно что-то сбилось, можем всегда посмотреть модель и выставить плату по той модели, которая у нас сейчас в наличии есть. То есть, старые платы шли без возможности перенастройки. Новые платы для удобства сервисников. Есть возможность взять одну плату возить с собой и уже по мере необходимости переключать ту модификацию, которая нам необходима. То есть, под сотого до четырехсотого одна плата может как бы... Не нужно возить с собой 8 видов платы. То есть, нужно возить только одну. Значит, все запчасти у нас есть в наличии. Соответственно, всегда есть возможность заказать. Работает интернет-магазин. То есть, если вдруг... Ну, конечно, с доставкой будет вопрос. Чуть подождать придется. Но, как бы, стараемся работать как бы... Очень побыстрее. Значит, дальше. Котлы Део. Есть комплектации у нас как турбированные, так же есть котлы и атмосферные. То есть, в нашем регионе как бы атмосферные, менее востребованные котлы. Мы стараемся от них немножко уйти. Потому что проблема больших дымоходов. То есть, турбированный котел, он чем лучше, у него есть вентилятор. Чем короче участок трубы, тем лучше. Коаксиальный дымоход, это труба в трубе. То есть, выходная труба, то есть, выхлопа. И труба, вот, саса, они объединены. То есть, не занимают большого места. Соответственно, можно компактно разместить. Единственное требование до соседних построек не должно быть меньше трех метров. А так, можно хоть в коаксиальный дымоход, хоть в штатный дымоход, который служил для старого котла, для других. То есть, атмосферник, он у нас отличается, во-первых, открытой камерой сгорания. То есть, ему необходима приточная вентиляция. То есть, отсутствие вентилятора. А по конструктиву, в принципе, он похож на турбированный котел. Он состоит у нас из камеры сгорания, в которой находится теплообменник и щелевая горелка. Значит, платы управления, газового клапана, вентилятор. Есть трехходовой клапан, датчик протока, вторичный теплообменник, насос с водяным фильтром и автовоздушным клапаном. Также оснащен датчиками у нас контроля перегрева, датчика температуры, датчика температуры на выходе горячего водоснабжения. Все котлы у нас, в отличие от некоторых... Ну, может сейчас что-то изменится, как бы сейчас идут переговоры, по поводу того, что в данном случае сейчас все котлы обеспечены пультом управления. То есть, раньше котел без пульта управления, то есть, вся работа производилась по пульту управления. На данном этапе есть такая функция, мы, как бы, я же говорю, на прямой связи с корейцами, и они, как бы, у нас спрашивают, какие проблемы возникают. Мы, общаясь с потребителями, с нашими коллегами, общаемся, и какие проблемы возникают, о них говорим корейцам непосредственно. Они прислушиваются и делают корректировки. Значит, в данной модификации уже присутствует кнопка экстренного включения котла. Она находится вот здесь, в нижней части котла. То есть, она необходима для чего? Если с пультом. То есть, раньше котлы были и работали только с пультом. То есть, пульт можно повесить было в любой комнате. То есть, в наличии идет порядка полутора метров провода, но пульт проводной. То есть, но если вдруг вам надо было вынести далеко, вы могли свободно взять провод 0,5-0,7 квадрата и выносить в любое помещение, куда вам это необходимо. То есть, в котле также находится крепеж. То есть, его закрепляем на стеночку и по базам уже закрепляем сам пульт. Бывали такие случаи, что с пультом происходила какая-то проблема. И, как всегда, это пробка от шампанского, скорее всего, в Новый год. То есть, работники сервиса в основном тоже отдыхают в эти дни. И надо как-то человеку перебиться было. То есть, для этих целей была и создана эта кнопочка. Кнопка экстренного включения работает 72 часа и позволяет производить вам горячую воду до 45 градусов и отопление до 60 градусов. То есть, вы имеете возможность пользоваться так 3 дня, после чего котел уходит в ошибку. Если проблема с пультом не решена, можно просто заново перезапустить котел, опять кнопочку выключить-включить, и котел пойдет дальше работать. Новые модификации котлов Deo планируется выполнить, возможно, просто даже без дополнительной комплектации пульту. Но это как бы еще рассматривается, еще не утверждено. Поэтому пульты были разных модификаций. Старые пульты были кнопочные, то есть, выставлялись кнопкой. Новые, более новейшие, уже шли с сенсорным управлением, также проводные, но просто пообъятнее, поаккуратнее немножко. Из новейших идут, опять же, кнопочные. То есть, корейцы хотят удержаться на рынке, соответственно, удешевление, но не без... то есть, внимание на автоматику, внимание на безопасность, это самое первое, о чем они говорят. То есть, пусть это будет пластмассовый пульт, может быть, неказистый какой-то, но в датчиках, в процессе горения, они оставляют внимание очень серьезное. Значит, дальше. Все подробную информацию, как я уже говорил, у нас будет, подойдете, потом разберете для себя комплект каждый, там есть сайт наш указан, то есть, если вдруг какие-то вопросы возникли, я оставлю свой номер телефона, также можно на сайте обращаться, у нас есть вопрос-ответ, то есть, чтобы вы могли как-то сотрудничать и не боялись этих котлов. На самом деле, котлы очень удобные для сервисников, я говорю сейчас о нас, потому что мы как бы работаем с ними, и, то есть, удобно разобрать, удобно собрать, то есть, есть все комплектующие, потому что бывают котлы, которые, чтобы достать какую-то из запчастей, нужно разобрать пол котла, и это не всегда хорошо. Значит, котлы у нас работают от 0,6 бар, то есть, это, как бы, давление позволяет даже сделать в частном доме, в открытой системе, некоторые котлы у нас стоят на открытых системах, ну, как правило, конечно, лучше, когда у нас система отопления закрытая, и это позволяет нормально котлу работать. Для установки этих котлов необходимо, что необходимо для того, чтобы котел работал долго и счастливо. То есть, во-первых, желательно новая система отопления, то есть, пластик, либо это будет медь, либо это будет, ну, чтобы это была не старая система отопления. На старых у нас также они стоят, но в обязательном порядке тогда должен стоять фильтр тонкой очистки, именно для горячего водоснабжения. Второе, то, что нам необходимо, это нам необходим стабилизатор напряжения. Не знаю, опять же, как у вас, у нас скачки напряжения достигают от 103 и до 290. То есть, это бывает такое. Также должен установлен быть дополнительный расширительный бачок. То есть, многие монтажники, сервисники говорят о том, что внутри котла установлен расширительный бак. Да, это есть, то есть, любая модификация котлов, она оснащена расширительным бачком, но он нужен для нужд котла, для горячего водоснабжения. Если, либо у нас должен быть, либо по квартирная, то есть, он должен стоять на 2 батареи. Потому что, внутри котла у нас находится расширительный бак. Вот, это большая модификация, 350-я. То есть, он, в принципе, может до 350 квадратов. Ну, у меня там 42 киловатта. Ну, в принципе, чтобы без напряга, 40, вернее, 350 квадратов потянет хорошо. У него здесь 8 литров расширительный бачок. То есть, коэффициент расширения где-то, ну, я рассчитываю на 6. Он разделит. То есть, соответственно, объем воды делим на 6, получаем объем вашего расширительного бачка. Если у нас здесь 8 литров, умножаем на 6, то есть, это 46 литров он может потянуть. Ну, то есть, убрать расширение с 46 литров. Порой у нас литраж в системах достигает и 300, и 500 бывает литров. Соответственно, этого бачка просто не хватает. Он изнашивается больше нормы, что потом придется его менять. Для того, чтобы все работало, необходимо устанавливать дополнительный расширительный бак. И не просто, а с расчетом. То есть, рассчитали объем воды, делим на 6, получаем объем расширительного бачка. Так, дополнительно, не знаю, как у вас, опять же, есть у нас проблема отматывания счетчиков, отматывания света, и по трубе газопровода прибегает большое напряжение. То есть, во благо этого, у нас присутствует должна диэлектрическая муфта, которая разъединяет. Ну, сейчас многие уже идут, газопроводы у нас пластиковые, поэтому, как бы, тут эта проблема потихонечку снимается. У вас тут есть в Краснодаре пластиковые газопроводы? Да. Нет, наружка. Наружки нет. Только подземка. Только подземка, да. А? Тут от-то по наружке, но он посмотрел. Нет, ну, понятно, я имею в виду, просто всяко бывает, поэтому люди... У нас только по подземке, да, то есть, поэтому, но я не раз сталкивался, когда у человека огненно-красная труба была, он обжегся, у него на руке осталось, он не понял, что это такое, коснулся, и... то есть, также, у нас есть неделя гроз, когда... ну, неделя-две где-то грозы, когда у нас повально приносят платы управления, то есть, бьет ток, выбивает платы, и наш электронщик сидит и перепаивает это все. То есть, ну, где есть возможность, переправляют, конечно, и корейцы очень в шоке от этого, то есть, им же проще продать плату управления, чем увидеть, как мы своими военными технологиями военные транзисторы вставляем, или еще что-то. Да нет, ну, просто, действительно, вот на вашей платы можно найти еще. то есть... а на другие-то не всегда. Да, то есть, очень удобно для перепайки, потому что многие котлы, например, как есть с китурами, то есть, их уже очень тяжело пропаять, даже в том смысле, что они залиты компаундом, который не вымывают, ну, то есть, мы пытаемся, выколупываем, как-то чего-то пытаемся сделать, но не всегда это получается, то есть, особенно, если... А? Наринаев, вкладывали. Наринаев, на старых не были залиты, на новых сейчас залиты. Старые, большие платы, у них не было залит. То есть, на китурами сейчас новых идут тоже. Ну, как бы, стараемся работать с этими котлами, я говорю, удобные для обслуживания, удобные для, как для потребителя, так и для нас. Значит, также, чем они удобны, тем, что у нас все проблемы, которые у котла возникают, он не произведет хлопка, взрыва, не испугает хозяина, он просто напишет вам код ошибки, если произойдет какая-то неисправность, он имеет возможность вам отсигнализировать и сказать, что за проблема у него произошла. То есть, в пункте управления находится, то есть, вернее, в паспорте котла находятся все коды ошибок, которые может произвести котел и, соответственно, все вопросы, которые возникают в котле, есть возможность узнать даже самому потребителю, не звоня в сервисный центр, он может открыть и посмотреть, на что сослаться. Например, такие ошибки, как Е1, низкое давление теплоносителя, хозяин сам может устранить, то есть, подбавив воды в систему. То есть, ошибку, ну, то есть, котел сигнализирует все ошибки и вы уже можете решить, сможет сам хозяин самостоятельно это сделать, устранить эту проблему, либо нет. Значит, перечислять, я думаю, смысла большого нет, у вас будет, как бы, информация, то есть, все эти КТ ошибок будут у вас здесь, но такие проблемы, как низкое давление газа, ну, так пробежимся просто, неполное сгорание газа, это вот о характере горения котла, то есть, фотодатчик, о чем я говорил, забитость дымохода, перегрев котла, плохая циркуляция, то есть, опять же, это все лучше посмотреть самому сервиснику, чем на хозяина ссылаться, потому что перегрев котла и плохая циркуляция, это может быть, как не работа циркуляционного насоса, так же и забитость, я не знаю, косого фильтра, завоздушенность, то есть, все что угодно, если есть возможность, конечно, человеку можно посоветовать сделать какие-то манипуляции до вашего приезда, чтобы мало ли что, чтобы вам лишний раз не кататься и в тот же момент, как бы, чтобы человек в холоде не сидел, но, как бы, стараемся подсказывать, но не всегда, как бы, просто есть люди боятся просто залезть в котел, просто крышку боятся открыть. Забитость дымохода, ненормальное пламя горения, то есть, много ошибок, которые, так же есть ошибка утечка газа, произошла блокировка работы котла с выносного газоанализатора, то есть, котлы, не укомплектованные дополнительным газоанализатором, есть возможность его дозаказать, то есть, бывает такое, что котлы установлены в подвальных помещениях и, как бы, требуется выносной газоанализатор, но у наших газовиков, как бы, возникает, и они говорят, вы свой вставьте как дополнение, а наш, как бы, установите тоже. Мы все знаем, что они плохо работают, но они все равно заставляют подвальных помещений вставить эти газоанализаторы. Значит, дальше, отсутствие конфликта с пульта управления, с платой управления, ну, это, как бы, ЕЕ, ошибка, отказ вентилятора. То есть, если вентилятор старой модификации была, как-то партия прошла, очень часто, ну, как бы, по той партии были частые вопросы о том, что вентилятор становился наперекот, то есть, автомат не закручивал винты и происходило смещение. Ну, сейчас, как бы, с этим проблем нет, сейчас даже, я скажу больше, что вентиляторы моторной части его, она не разборная, то есть, откручивается только крыльчатка для технического обслуживания. Вот здесь четыре болта раскручиваются и мы делаем техническое обслуживание. Вот скажите, пожалуйста, котла с большой мощностью, вот эта сама крыльчатка, она достаточно широкая получается, и на ней там и пыль скапливается, и всякое бывает. Пытаешься, начинаешь чистить, аккуратно кисточкой начинаешь чистить, и происходит ничего не происходит. Вы каким образом чистите? Кого? Этот? Вентилятор. Отсюда? Отсюда? Да. Откручиваются четыре винта, берется шестигранник, ну и снимается снимается с оси, со штока. Со штока, ну я знаю. Снимаете, прочищаете, запоминайте заблаговременно, как она сидит на штоке. Ну там единственное, нет, 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 я имею ввиду по высоте, потому что вы можете ее глубоко посадить, и она сядет тогда и начнет царапать вам через это, то есть вы видите, как она установлена на штоке, и соответственно, ну как правило, если котел уже поработал, там уже и видно даже, она уже там окислилась, либо еще какое-то, отметить. То есть за восемь лет моей работы в этой фирме ни одного вентилятора не пострадало, ни одной крыльчатки не согнулось. Я просто знаю хорошую пословицу, можно все, что хочет, сломать, но нет, как бы усердно так не нужно. Нет, ну там реально там очень налегово, очень налегово. Тут вариант какой, я говорю, если вы ее вот так тут пытаетесь, это вам очень неудобно. То есть ничего не мешает взять отверто. Я просто с собой не стал в аэропорт брать все вот эти вот мою сумочку, там в принципе немного было, но как бы корющее, режущее стараюсь не возить. Ну вот четыре винта вот здесь, вот еще отвертости такая. Давайте я свой принесу. Да, принеси, пожалуйста. Просто ничего не составляет, если есть, может, комплект инструмента, я просто покажу, мы раскроем камеру взбирания, чтобы вы видели, что это доступно просто и в принципе без проблем. Насчет подшипников замены вентилятора. Насчет подшипников замены вентилятора. Приобретали мы разные японские подшипники, самые лучшие, но вот в условиях нашей мастерской ну крайне редко, ну где-то процентов 30 только остается рабочих котлов. Многие в основном через 3-5 месяцев начинают шуметь вудеть. Не смазывается что вы делаете вентилятор? Да, да, нет, вы можете, вообще по-хорошему нужно не допускать этого всего. Когда делается регулярная чистка котла, когда делается техническое обслуживание, то есть я всегда стараюсь с собой возить силиконовую смазку, то есть пока ты чистишь вентилятор, снята у тебя крыльчатка, ты всегда имеешь возможность достать подшипник, который контактирует. Я понял, но если они у нас этот... не, вот крест. Так, и... обычно я еще с собой вожу шурупаевод. Мы уже дошли до того, что это гораздо проще, гораздо легче. я долго был не сторонником использования шуруповертов, но в последнее время, когда вот особенно открываешь камеру сгорания, а ее открывать желательно, потому что многие сервисники приезжают, почистили, пыль смахнули, пылесосом, во-первых, это видит ваш клиент, то есть некоторые клиенты, пока вы делаете техническое обслуживание, отворачиваются и уходят, то есть им это неинтересно. А некоторые стоят над душой и смотрят, как ты делаешь и что ты делаешь. Если вы просто сняли вентилятор, почистили, продули, помыли, там все это, это одно. Если же вы открыли камеру сгорания, посмотрели, счистили с теплообменника конденсат, который там скопился, то есть что потом в процессе может вывести теплообменник из строя, потому что вот такие теплообменники, вот теплообменник. И вот в этой части можно характерно увидеть, то есть он уже почищенный, а до этого он не был чистый и соответственно вот в этом месте произошло прогорание теплообменника. Скопление конденсата не позволяет уйти теплу из этой точки и соответственно он перегревается и здесь происходит течь. шестигранников обычных этих нет? Шестигранников нет, там лежит торкс, я положил, положил, нет, 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 там нет. Нет, тут не подойдет. В смысле? Большой что ли? Нет, он небольшой, туда не подойдет. А вот, кстати. А почему? А они маленькую сделали. Торкс это не разное, а у меня же не своими. Ну, вытащил уже. Видимо, нам не снять. Ну, неважно, смысл понятен, да? То есть, крыльчатка открытая, то есть, кисточка, то есть, сняли ее угловым шестигранником, сюда вот. А если вот так все открыто, зачем ее застут? А? Зачем ее дальше? Помазать. Промазать, до подшипника дойти. О том, что мы сейчас говорили. А подшипники, такие как на шариках или скольжение? Здесь? Да. У шарики. Конечно. Рубашками закрыты? Рубашками закрыты. Но силиконовая смазка, я вам говорю, что у меня была проблема шуршала очень сильно. Приехал к человеку, снял крыльчатку, пшикнул туда, одел крыльчатку, он говорит, если бы ты мне сказал бы, я бы сам бы это все сделал. Я говорю, ну я же не знал, где у вас шуршит, и что шуршит. То есть на самом деле, добраться до любой из частей здесь очень просто, очень легко. То есть камера сгорания... а теплообменники, вот чем щетка обычная щетка? Да, обычная щетка. Вот этот удобно, это вот 100 кВт. Это сотка, это 116 кВт. А они вот такие высокие? Это вот 11,6 кВт. Нет, а я где-то вот недавно буквально разбирал, там высокий теплообменник какой-то, то есть на вот эти волны, они вот такие вот, туда как бы щеточкой, очень удобно разбираться. На ДЕО? Возможно, это был Ренай, точно вот. Нет, ну вот Ренай или ДЕО. Тут вопрос-то в чем? То есть Ренай, он идет в несколько рядов. Здесь идет один ряд. Здесь все удобно. Здесь можно... Ренай там. Да, то есть Ренай он широкий, у него два ряда, а Ренай совсем другая речь и история. Там мы используем уже для чистки вот эту вот пшикалку, которая у нас для цветов опрыскивания, да. То есть подкладываешь тряпочку на камеру сгорания, вытаскиваешь горелку, подкладываешь тряпочку снизу и вот так вот пропшикиваешь это все. То есть вымывается этот конденсат снизу, снимаешь по трубах дымохода и сверху еще. То есть когда... А царской водкой и пропшики? Не, можно и водкой, конечно. Если можно и царской. Нет, кислотой не надо. Просто обычной, обычной это, то есть водой без проблем. То есть все вымывается, вымывается прямо такая вот, вот она сизая муть вылетает оттуда. Ну, что по возможности. Естественно, все по возможности. Бывает такое, что люди не обслуживали 7 лет, 5 лет. И, соответственно, там уже хоть выколупывают, там ничего уже не сделаешь. То есть если человек регулярно делает, у меня вот сейчас есть котлы, которым уже лет по 9, по 10, их можно просто повесить на витрину и продать как новые. Потому что человек регулярно. У меня один есть человек квартальный, который очень ответственно к этому всему относится, два раза в год меня вызывает. И один человек, ну, просто регулярно вызывает. И все. То есть вот два котла я 100% могу повесить на витрину, и она будет как новая. Только по модификации устаревшая. А так, в принципе, все работает, все четко, все гладко. То есть все модификации у нас, то, что есть в наличии, то есть стараемся держать все запчасти. То есть, поэтому котлы, даже которые там выпущены были, там 10-12 лет назад, есть возможность всегда отремонтировать. Если человек захочет. Но опять же, тут идет уже материальная часть, и человек должен посчитать немножко, удобно ему это или неудобно. Потому что каждая запчасть, она стоит денег. Если ремонт будет стоить больше половины стоимости котла, я не вижу большого смысла ремонтировать котел. Тем более, если котел уже отработал лет 8, потому что человек просто-напросто вложится сейчас, где факт того, что не выйдет запчасть другая какая-то из строя. Поэтому тут уже надо подумать, помыслить, как лучше сделать это все. Давайте перекурное она сделаем. Я сейчас пока разберу камеру сгорания, и мы продолжим. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ребята, возьмите, кстати, информацию. Все засыпаете, да? Конечно. На одну крышку. 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 Это 70, все. Не заболучай. Я думаю, что он будет. Вот, двойной крышки. Я не могу, где сюда отлично было. Я прошел, что здесь уже. Сейчас уже много. Более властей. Что? Что? Властей, это хатор. Властей, это хатор. Властей, это хатор. Это не очень. Это просто. Постально напитка подбитку? Ну, не очень хорошо, потому что постоянно... Я показываю. Если вы просто не сможете сложить свежую воду, то есть, нет у нас проблемы. котел позволяет у нас работать во первых в тех режимах которые у нас пришли с завода изготовителя так же чем хороши эти котлы у них есть настройка подогнать котел к настройкам желания клиента то есть так как хочет клиент есть такие функции как например подключение включение выключения дисплея управления то есть например эти дисплеи они светятся и могут светиться либо круглосуточно либо можно его на момент только регулировки нажатия кнопок он будет полчаса пол минут 30 секунд будет гореть после чего будет отключаться удобно бывает тогда когда вот у меня например в одной бабушке повесили этот пульт монтажники прямо возле кровати то есть и получилось так что он ему есть светил бабушка натянула ниточку и газетка его так повесила чтоб он не светился то есть на самом деле можно было зайти под меню выключить подсветку то есть и он был принципе не мешал ей так же есть возможность настройки у нас выработки пробега насоса то есть насос может вращаться на системах либо постоянно либо может вращаться с отключением достигнув какой-то температуры он может просто выключиться когда у нас системе присутствует теплый пол это как бы не нужно чтобы он отключался то есть дополнительная прокачка никогда не мешала но иногда бывает что система нагрелась и нужно чтоб насос отключался все эти функции принципе можно регулировать контролировать здесь вот мне маркетологи прислали с корейским языком некоторые параметры но я говорю у нас есть два у вас есть самое главное как и в этот электронная почта то есть есть телефоны мой запишите телефон сейчас чтобы уже если какие-то вопросы возникали вы всегда могли обратиться и узнать восемь девять восемь девять восемь девять восемь три ноля двести девяносто два либо восемь девятьсот восемь двадцать четыре сто восемьдесят один ноль шесть пять три евгений евгений первые рабочие 2 лично то есть все что знаем все подскажем расскажем вопросов я думаю что не будет всяко бывает конечно но что не знаем вытащим из пасти у корейца на сайте там на сайте у нас есть вопрос ответ можете на почту написать можете прозвонить нам непосредственно потому телефону по бесплатному связаться с сервисным центром если же нужны запчасти по номеру поэтому связаться с менеджерами по запчастям то есть но остальных я думаю вам маркетологов эти все это не особо там нужно поэтому если какие-то вопросы возникают значит какие у нас есть режимы что мы можем изменить мы можем изменить заводской режим насоса то есть выбега насоса есть заводской режим есть насос вращается постоянно заводской режим это отключение происходит с выключением горелки насос вращается постоянно и вращение насоса происходит согласно временным установкам таймера то есть если вы работаете по таймеру то есть насос также и отключается по таймеру по которому они это все выставляет это все выставляется в вашем пульте до но за комбинации до комбинации до вы заходите в подменю комбинации кнопок вы входите в вами на котел это конечно не будет ничего там что должно как не должно ничего вы нам так нет план то нужно да а я брать я же вам сказал телефоны явки пароли все сказал все что нужно если человек а у нас есть информация но я боюсь что они тоже на так такую же потому что я честно сказать не проверил эту попробуйте но просто проблему сталкиваешься когда приезжаешь хотел не работает он несет те паспорт которым чего не написали обручей посмотреть больше в принципе негде вот на других токлах карты все равно схемы там темы датчика все прописано вот есть сервисные книги вам дадут дадут вам вышлют на почту и вы уже сделали вас до этого сталки до этого я не знаю кто там с вами сотрудничал дальше что у нас есть сброс настроек ну как бы на заводской режим это понятно а заводном режиме вот работа насоса так настроена постоянно нет он должен выбегать постоянно есть сейчас я расскажу правильно значит завода изготовителя в основном идет работа котла с постоянной работой насоса это вот сейчас на данный момент но бывает такое когда выключают свет настройки сбиваются это во первых то есть во вторых вообще после каждого отключения нет в этом старых моделях было сейчас уже этого не происходит то есть были вопросы поэтому мы как бы на это обратили внимание дальше по как но можно сделать я говорю на постоянное включение то есть что постоянно работа можно выключить его то есть как вам удобно изменяются параметры p0 p1 и вы работаете так как вам нужно есть изменение замера температуры горячей воды то есть смысл какой когда человек идет купаться котел отключает горячее водоснабжение и работает на горячую воду до отключает отопление и работать на горячую воду то есть и он может вот это вот вот эти параметры то есть он ждет две минуты если человек использует горячую воду потом закрывает кран и потом котел должен переключиться сам автоматически на отопление может произойти две минуты а может произойти полминуты и вот эти параметры можно регулировать потому что но неудобно порой бывает у нас например это все равно то есть у нас не очень холодно на сейчас плюс 19 то есть не особо заметишь как как у тебя падение комнатной температуры вернее температуры комнаты до упадет то есть например у вас за две минуты тоже может много чего остыть все зависит от здания про я спрашиваю зачем вот это увеличивать не увеличивать уменьшить можно заводом изготовителем две минуты это достаточно много как бы можно сделать меньше две минуты вы ждете то есть вот вы покупали закрыли кран котел ждет две минуты для чего если вы кран закрыли а он сразу же переведется в отопление вы потом намыленные с головой будете опять его открывать и опять это и котел вы сделать вынужден будет две операции он должен будет выключиться с отопления включиться опять заново а то он ждет эти две минуты чтобы вы помыли голову намылились опять открыли и котел дальше пошел в этом же режиме то есть трехходовой клапан не делает лишних движений то есть нету лишней выработки минута пятьдесят он будет еще на воде а минута шестьдесят он уже переключится в отопление потому что это две минуты то есть ну вы да еще на две минуты да я же об этом и говорю что некоторых кафе например работают женщины которые моют посуду и они вот подходят смыг-цмыг-цмыг а хозяин жалуется у меня горит помещение холодно да я говорю более 100 косвенного прогрева тогда будет все хорошо значит дальше у нас также есть изменение числа оборотов вентилятора бывает полезно когда вот не знаю опять же у вас есть нету такой проблемы с давлением газа у вас наверное всегда все хорошо потому что если у вас что-то перемерзнет тут такой кипиш будет то есть у нас у нас тянут до последнего у нас даже отопительный сезон начинается тогда когда среднесуточная температура в течение трех дней должна быть меньше 8 градусов вот так вот это характеристика это нету 15 октября нет я имею ввиду что у вас тут все это критично я здесь служил нижним таймилием свободно поэтому я знаю как это никто мне говорил что на лыжне тут тепло и люди в спортивных костюмах когда я в валенках замерзал я это знаю все поэтому я тут почти местный значит проблема бывает такая что в межсезонье у нас недостаток газа бывает и чтобы соответствовать ну на новых котлах это уже менее актуально там уже вентилятор регулирует это все а на старых очень было интересно что можно было сделать количество оборотов вентилятора меньше то есть на 300 оборотов вентилятора на 100 оборотов можно было подстроиться а исходя из чего настраивать исходя из чего обороты вентилятора если сдувает значит меньше делаешь если убавляешь что у меня просто сталкивался количество оборотов вентилятора вот на вами до крышки звал память да прикроешь перекрываешь он воспламеняется до добавляешь произвольно сам убавил допустим но тут есть смотри тут есть параметр минус 1 меньше на 100 оборотов минус 2 меньше на 200 оборотов уже на вас минус 3 минус 300 да тут g1 больше на 100 оборотов на 200 на 300 можешь увеличить уменьшить то есть вот о чем я говорил о заводской настройки две минуты это для помыкли то что это ваш вопрос 2 2 параметр настройка на 30 секунд то есть чтобы быстро переключалась и 3 которые вы говорите можно набрать это на 5 минут можно то есть отсрочить это все вы же можете выбирать под себя как это удобно дальше заводская температура теплоносителя то есть изначально она идет у нас 50 градусов либо 45 в зависимости от заводских настроек некоторые котлы скажу сразу каждый сотый тестируются то есть и может попасться такая моделька что завода приходит именно разбалансированные или там использованные в разных настройках хотя практически все запчасти тестируются на заводе нам тоже привозили фотографии то есть шеф ездил туда показывали как это манометры прессуются там их понатыкивают там защелочки такие быстро закрывающиеся провисы проверяют рисуют то есть котел выходит опрессованным даже камера сгорания когда приходит котел они кратковременно она вот так вот идет не обуглевание термическое воздействие то есть они его прогонять все равно опрессовывают и прогоняют чтобы нигде ничего никаких утечек не было значит идентификации ошибок но это последние 10 ошибок которые можно видеть у котла но как правило я честно сказать но ни разу еще не пользовался этим потому что как правило ты приезжаешь на одну ошибку и и делаешь значит дальше что у нас еще заводская настройка горелки очень удобная штука котел у нас работает как по температуре теплоносителя то есть заводом изготовителем непосредственно разработано что котел может работать как по температуре теплоносителя также может работать по температуре воздуха до помещения датчик сам находится внутри вашего термо комнатного термодатчика то есть вот здесь в нижней части здесь даже сеточка есть но на новых модификациях сеточка она практически везде и там стоит термодатчик то есть он может под котлом какой-то проводочек висит это не термодатчик это вы уже опять правильно это это правильно это датчик замерзания в ринае есть пучок шлейф проводов который втыкается и в нем штук наверное 6 этих проводочков во первых это идет у нас датчик перегрева во вторых идет датчик промерзания вот здесь снизу он как раз висит черненький такое да и потом датчики идут на горячую воду и на так это время здесь в дэо нету здесь комнатный датчик именно в самом пульте управления почему и можно удлинить пульт управления вынести его до 20 метров то есть от котла пожалуйста то есть единственное чтобы не пересекала высокие линии передач ну то есть чтобы не было большого напряжения если так все-таки необходимо провести провод должен быть экранирован то есть добавляете проводочек методом скрутки пайки удлиняете выносите в другую комнату почему у нас много котлов стоит в кухне и если мы работаем по комнатной температуре в кухне как всегда бывает жарко бабушка жарила пирожки в кухне стало тепло датчик отключился другие комнаты мерзнут поэтому если вы работаете сразу же определяете почем работает человек работает ли он по температуре теплоносителя значит все равно где будет стоять если тепло если человек будет работать по комнатной температуре сразу же говорите ему что пульт надо выносить из помещения кухни куда удобно будет можно на улицу у нас многие ставят пульты котельных а в котельной ни одного датчика и говорит у меня что-то очень много ест а в доме жарко я уже что не делал все это то есть датчик контролирует пол комнатную температуру в помещении котельной там ни одного отопительного прибора не кстати что касаемо этого опять же помещение где установлен котел обязательно должен стоять обогревательный ну то есть батарея либо трубы хотя бы полноценные проходить не пластиковые то есть чтоб была какая-то теплоотдача потому что как а старых котлов раньше сушили сухо и ботинки такого тепла от этого котла и вот можно заводскую температуру то есть включение выключение комнатной температуры можно изменять заводом изготовителем она изменяется на 1 градус то есть в комнате 2 мы поставили 21 котел завелся и пошел но бывают такие промежуточные положения когда он и не 20 и не 21 котел то заведется то включится один человек зашел открыл дверь подтянула холодный воздух другой вышел опять же форточка открытая дунул ветер выдуло то есть и будет котел тык мык тык мык то есть это лишнее включение моторесурс каждой запчасти пусть они даже миллионы вырабатывают раз включение но каждые сто раз в день это будет минус минус и минус поэтому можно сделать разницу в градусах вот этой комнатной два градуса либо три градуса то есть если есть необходимость по поводу автоматической запитки как у нас был вопрос автоматическая подпитка но вы открыли по нужде сейчас то есть потому что до человека клопнула крышка пластиковая крышечка на насосе и бывает такое прошла партия у нас вопрос этот есть как бы задали уже уже идут обновленные они другой материал использован более эластичные то есть трещинка происходит в месте усиление и подтекание происходит включили кран подпитки как бы это с одной стороны как бы выход из ситуации на другой стороны этот вопрос надо как можно быстрее решать потому что приход свежие воды в котел постоянно это как бы насыщение теплообменника кальцием то есть отложение солей отложения кальция месяц да ну как бы не не хорошо не критично но не хорошо то есть и автоматическая подпитка также бывает что монтажники многие делают автоматическую подпитку то есть кран потом идут автомат то есть там по на полтора настроили и мы как бы стараемся от этого не от этого уходить потому что такая система очень хороша на заводских предприятиях может быть там где с батареи горячую воду берут там и туда подпитывают а так по большому счету во первых это где-то трещина это проблема если у вас будет автоматическая подпитка вы не всегда это увидите да и постоянно подпитка свежей воды тоже никогда на лучшее не было поэтому лучше когда автоматической подпитки нет пусть уж лучше хозяин увидит что у него происходит проблема и придет и сделает устранит эту неполадку дальше нажиженный газ рассказали также в дисках будет у вас информация по настройке газового клапана то есть именно при использовании при пусконаладочных работах обычно как правило заводом изготовителем настройки не требуется но если все таки будет такая необходимость вот почти в конце будет вот такая табличка с модификацией котла и соответственно с настройками давления газа так же таблицы нету в паспорте? в паспорте нет ну я не знаю почему вот так я же с вами общаюсь мы с этим мы будем как бы это все доводить как бы узнавать потому что например на Будерус вот если ты возьмешь книжку Будеруса там в принципе вся информация есть только смотри называется но у нас же человек берет паспорт только тогда когда что-то произошло то есть он в начале использования у нас в розетку воткнули все, котел работает то есть настраивать газ не надо электричество мерить не надо как правило тоже фазозависимы? нет, а какие были фазозависимы? фазозависимы? нет, но я имею ввиду что ДЕО никакие не были фазозависимы? а? ДЕО не были? нет видели? нет, я просто они никогда не были даже такой элементарный вопрос как отключение электроэнергии и включение электроэнергии котел ДЕО хотя из бюджетных то есть он намного превосходит потому что приехал как-то в одну гостиницу там студентам сдают и запускать вот этот котел приехал хозяин на Бентли у него там много гостиниц так по России пока все проедет приезжает уже опять деньги надо собирать ну и вот запустили обычный бюджетный котел к нему друг такой же на ВЭХе 6 приехал ну и я ему рассказываю объясняю как пользоваться хотя ему это опять же не особо нужно пользоваться будут ребята которые там проживают и когда я сказал о том что если выключат свет он выключится если включат он включится его товарищ сказал не может быть у меня смс пишет что я выключился я говорит за 120 километров от города и мне надо приезжать перезапускать а у тебя просто возьмет и включится не может быть а сколько стоит такой я за 80 брал свой то ну сигнализатор загрузованности закрывается ну это я не знаю для отключения света включили сигнализатор клапан заклопнулся котел то тут в принципе он и включится но клапан то закрылся на трубе ну я понял ну может быть но у нас же как я же вам говорю наши русские но они их отключают да там спички везде стоят там спички везде стоят все нормально а что это так и есть это так и есть это так и есть а что делать это проблема пусть делают качественный газоанализатор не вопрос то есть тут же я сейчас столкнулся с новой проблемой у нас заставляют ставить датчики пожаротушения или как такая вот вставочка специальная если там термический термозапорный клапан да и вот очень частая проблема у нас на дачные кооперативы сейчас начинают дезинфицироваться и их заставляют обязательно поставить но ситуация в том что дорогие никто не ставит а дешевые срабатывают сами по себе да я прихожу нету газа котел больше 20 воду горячую не дает но это же в монтаже их перетягивать перетягивать нельзя я не знаю после чего мне даже сами продавцы сказали вот это вот хороший а вот это вот поход берешь корпус в утренку убираешь и стоишь я согласен берешь датчик закручиваешь электрическую муфту и закручиваешь туда все и все работает четко то есть на самом деле проблема есть но это не наша проблема проблема наша найти в чем причина то есть я вот запустил котел через день вот так вот честно сказать котлы не предоставляют никаких проблем для обслуживания для работы я смело общаюсь главное я считаю честно нормально прийти делать техническое обслуживание чтобы ты не слентяйничал как-то там или там у человека подтекла прокладка ты только прокладку сделал и ушел то есть надо прийти и полноценно осмотреть сделать полностью осмотр если ты пришел ты камеру сгорания не открыл а там вот такая вот уже пошел нагар на лед уже немножечко там трещинка ты на это не посмотрел но ты был последний и потом тебе звонят через две недели или там через полнедели и говорят а вот вы были а у меня теперь вот теплообменника течет вот именно после вашей проверки у меня я тоже с этим сталкиваюсь но ваше дело полностью осмотреть полностью указать на недостатки то есть если вы этот котел ведете уже несколько лет то есть вы естественно будете спокойны за все узлы если же вы только взяли то есть если даже там пошла трещина вы нашли эту трещину и сказали смотри уже вот срок подходит скоро у тебя там лязнет может через год может через пять лет но ты имей в виду то есть вы предупредили человека если же вы туда не полезли человек не предупрежден он считает что это вы да вы сделали это вы некомпетентны в этой области если же вы только взяли котел на обслуживание вы опять же его открываете полностью и видите вы сразу же указываете на эту проблему хозяин хозяин видит он смиряется с этим ему деваться некуда он не обслуживал его 3-5 лет и что он хочет а вот вы говорите вы как вы обслуживаете у вас как организация вы какие-то договора заключаете мы заключаем договоры то есть параллельно с вами еще ходят ну местные газовщики да все проверяют ситуация просто так обстоит что местные я сам в Горгазе отработал 6 лет потом ушел в другой организации работал потом вернулся все таки в газовую отрасль и здесь уже 8 лет работал ситуация в том что газовики наши не особо охотливые ребята до нового до нововведения то есть и когда я прочитаю семинары и стараюсь им объяснить рассказать мне некоторые говорят вот у меня есть ВПГ-18 я их знаю хорошо и все я больше никуда не хочу лазить или знаю Жуковский там Сиберию а я вот на Лемоксе хорошо сижу все у него есть эти 20 клиентов и он вот считает что это это у меня сейчас порядка 400 клиентов которые мне ежегодно звонят помимо звонков обычных которые заявки приходят на офис то есть то я считаю как бы люди ну как ты с ними сотрудничаешь на постоянной основе то есть они звонят уже тебе могут позвонить и в 9 часов вечера и сказать ты уже там записал там Петя там перевод такой-то то есть и ты можешь его проконсультировать по телефону и человек может сам что-то сделает то есть а газовики наши они стараются как бы вот так от этих оплат то есть ситуация-то так и есть то что я подхожу обслуживанию каждый год прихожу и каждый год новое оборудование я с ним не знаком и поэтому где-то я толком-то ничего сделать и не могу как следует провести тех обслуживание потому что я даже не знаю что это такое а деньги-то я должен с него взять я вот вас и спрашиваю нет и деньги ты можешь взять ну как я считаю деньги можно взять тогда когда работа выполнена у нас начальники нет они у нас в остатках отдаются заявки в смысле? они в остатках отдаются кто? заявки? нет район например тысячи домов под газом я должен пройти и каждый дом проверить я пришел там незнакомое оборудование но проверить я его должен я его посмотрел что ты должен проверить? как газовик? ты должен проверить отсутствие того что у тебя нет утечек газа? ну нет я был работник ВДГО так же ходил что у нас было? у нас каждый день было там 20 приборов в день мы обмыливали ходили краны эти конусные то есть на тот момент шаров их еще не было это ревизия обычная это идет по частному сектору то есть не менее 4 котлов в день не менее что обслуживание или что? или ремонт? или заявки? обслуживание пришел на котел посмотрел вот как у нас был один котел я говорю вот я приду на него посмотрю да ладно иди смотри они же деньги платят котел не ломается я звоню ребят вам на проверку приходите у нас котел сломался я говорю зашибись открывай интернет там одна горелка 160 косарей стоит я говорю что это полезно? согласен но вопрос прежде я говорю вы нас не обучали ну иди там для вида что-нибудь разбери я как раз беру вы мне 160 тысяч выпишите и что? вопрос просто в том что и у нас сейчас идет такая же это вопрос о том что газовик должен знать все оборудование на самом деле у нас все чуть-чуть проще у нас где приобрел котел или должна быть организация которая обслуживающая этот котел то есть любое оборудование вы сначала должны заключить договор на сервисное обслуживание а потом вам дадут газ то есть договора с горгазом ну как с нами заключаем договора если горгаз не в силах с этим вот заключен договор и оборудование это взято на наше обслуживание а я пришел в него посмотрел классно работает работает он с вас сколько? он с вас 2000 за то что посмотрел нормально да? давайте хоть для приличия разберем ты мне настройки потом все выдержишь и я его первый раз вижу у вас вот сколько обслуживание стоит 2 400 2 400 мы говорим где езжайте в тагил и заключайте договора везите нам а зачем мы будем переплачивать да, а зачем тагил к вам будет ездить? нет, просто просто для того чтобы сделать техническое обслуживание горгазу ему необходимо иметь наличие сервисника хорошо обученного запчасти у сервисника должны быть в моей машине запчастей на 150 тысяч это у вас такое? нет, у меня вот по этим котлам в машине вот если взять все ну 150-200 тысяч у меня просто запчастей поэтому я приезжаю вечером я приезжаю ночью я могу в 11 делать заявку мне звонит человек 60 километров от этого объекта говорит, слушай, вот у меня грудничок ну был такой случай просто мы с парнем делали заявку звонит, говорит, у меня грудничок говорит, ну если и будет возможность приедьте пожалуйста, потому что на улице минус 20 и все и ты можешь сказать ребят, вы что с ума сошли у меня рабочий день закончился у меня нет ни запчастей, ничего вы что раньше не могли отмазок можно много придумать а можно взять и поехать когда есть запчасти запчасти у меня нет такого возможно? да тут разные вещи вы зарабатываете себе в карман в какой себе карман? ну а как вы работаете? я на фирме работаю ну а в какой себе карман? у вас нету клиента лично или как там у вас? нету, мы все на фирму если мне фирма приносит если мне фирма сдает эти запчасти она мне на ответственное хранение дала запчасти понятно работу вы делаете? то есть с фирмой вы за запчасти рассчитались? как рассчитались? я пришел и взял да, да тоже на фирму и едете там в 9 и в 11 но у нас есть просто еще тарифы у нас есть тарифы еще если ты поехал после 6 там у тебя 800 рублей если ты пошел после 9 у тебя другой тариф уже по другому вопрос поставим у вас зависит от запчасти? от выработки сколько набегал у нас нет, у нас тариф одни сидят курят, вторые бегают туда что работаешь, что не работаешь заплата та же самая и маленькая из запчастей нам фирма не дает и денег, где ни запчастей ничего нет у тебя с этим ключом надлиться ты смотришь стариф а зачем? а может ничего нет то есть? а бывает и почти нет мне тоже, я когда работал в горгазе я когда в горгазе работал у меня тоже стояла в подвале ванная с нечесаной паклей но если ты хочешь работать ты можешь поехать на рынок сеной у нас называется купить хорошую паклю либо фум ленту которая только пошла на тот момент и я чтобы для удобства своей работы чтобы тебя видели как специалиста в лице твоем парамы говорят что один будет как специалист по хате на него все будут взвешивать а другие будут сидеть в офисе что ты там все сделал, нет? а как ты вместишь в портыминию когда официально у тебя чек пробиваешь что делаешь акт выбора работы цена одна а вот эта прокладка моя личная как ты с него деньги возьмешь? скажи последняя японская нет 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 что ты мне чпольчик удал вот это чпольчик заплачет а вот то что ты свое берешь изменяйте это и не проблема ну тогда надо заблаговременно оглашать это все ребят я могу это сделать вот такими материалами могу такими материалами я приехал к стоматологу она говорит вы как хотите пломбу которая бесплатная или которая платная я говорю а в чем разница ну практически одинаково но только АТАП послужит через 2 года выпадет а это через 7 лет придет абонент начальство скажет вот извините меня они тут свое продали и получим мы ну ладно это уже да это уже как бы это я и другие стороны знаю знаете тоже прихожу к человеку она говорит пришел ко мне этот работник я заключайте договор с горгазом я говорю ну ладно давайте заключу договор заключили денег отдала ну говорит вы мне печку пожалуйста посмотрите что-то там мне кажется что запах идет он говорит а я не это я вот по договорам и счетчик проверять а печку это не я я вообще в трамвайно-троллейбусном депо работаю это меня так как подработка вот такие случаи я слышал то есть поэтому тут вопрос тут к вашему руководству вопрос какой чтобы у вас были запчасти в наличии чтобы вы были обеспечены будет у вас запчасти будете вы лезть туда будете опыт набираться то есть я могу поделиться мы без запчастей лезем и чиним без запчастей нет вот этими точками без ключей ну я уже по вопрос я тоже творческий человек и как бы тоже могу много чего сделать но или это правильно работает или это жуковский на резиночке то есть это тоже где-то если здесь автомат это вообще без вариантов и людям надо дотянуть я говорю о том что это безопасность прежде всего дотянуть тут ваша правда и моя правда то есть я говорю о том что каждый узел в этом то есть отвечает за безопасность если я заглушу какой-то из узлов я тоже могу тут много чего придумать что-то перемкнуть что-то доделать то есть если датчик вот здесь тут на рынке микротумблер стоит и его туда отвертку поставить он тоже зажгется котел без воды то есть вопрос то в чем то есть это можно сделать например у тебя открытая система ты знаешь что она полная воды но у тебя давление 0,4 а он от 0,6 только работает то есть я тоже могу туда спичинку поставить датчик прижмется то есть не будет он показывать код ошибки по воде ну а вдруг где-то что-то за воздушенность и хлопок произойдет и меня первого как тянут а как открытая система и 0,6 ну да а? ну как открытую систему сделать с каким давлением ааа у вас каждый метр каждый метр от котла каждый метр от котла то есть высоту у вас должно быть 6 метров до этого у нас просто разные есть коттедж расширить в смысле это ставится на чердак да да зачем такой не надо такой можно и такой вопрос в том чтоб высота позволяла каждый метр от котла это 0,1 вот набирай набирай сколько тебе нужно и а? да то есть 3 там 0,6 ну это под самую крышу как бы просто котел то тоже не на полу стоит то есть он стоит если в подвальном помещении то да ну то есть есть системы и так работают и так поэтому как бы вопросов не возникает так дальше для технического обслуживания что мы делаем то есть мы изначально проверяем чистоту нашего теплообменника не стесняемся открываем камеру сгорания проверяем чтобы убрать себя вот эти вот все негативы хозяина если потом в дальнейшем все произойдет вытаскиваем горелочку то есть чистим щелевые вот эти вот иногда базы могут просто надо забиваться там пылью налетом а горелка легко снимает я вот открутил вот два болта и в принципе вот немножко отсовывая боковую часть эту и эту ее в принципе вот на вот этих двух болтах на планочке она стоит то есть прочищаем здесь чтобы все было чистенько значит вентилятор вентилятор снимаем лопасти то есть чистим не ломаем а вы щеткой чистите? обычной щеткой для покраски только пожестче желательно щетинку чтобы была а такой вариант как подстроил воды под кранами вентилятор лопасти ну я вам скажу наверное не получится потому что если это жировые отложения они не вымоются просто так то есть если бывает просто пыль как бы ее смахивает щеткой и все нормально потом можешь помыть и под этим она в принципе не коррозийная не это все нормально бывает проблема когда котел стоит на кухне там стоит жир плюс тогда уже приходится отверточкой чуть-чуть там снимать вопрос как жир в котел попадает если все в улицу светит? по часу по часу по часу воздухом можно сделать как с комнаты так и с улицы если если фильтр поставите то потом вообще котел выбросить потому что есть несознательные хозяева которые вот эти вот фильтра или сеточки они не будут просто-напросто они про них забудут как про паньковые штаны и все так это уже хозяева претензия к тебе будут нет а разве ну а когда не будут я устану вентилятор не отмывается меняйте вентилятор меняйте там горелки замил ну ты говоришь что у тебя нету запчастей как ты можешь вообще это меняйте делайте магазин там go to home я понял но вопрос обстоит чуть-чуть по-другому когда это все надо сделать ты приехал ты потратил свое время ты потратил свои деньги ты потратил свой бензин который туда приехал ты хочешь заработать правильно? я это все в контору замя удачи заработать я понимаю ну ничего полка ну неинтересно просто приехать к человеку ничего не заработать если ты ничего не сделал ты ничего не заработаешь даже в конторе если я даже к нему не приеду я заработаю у меня тариф ну а так сидите дома тогда раз у меня тариф я приехал и говорю было только он за запчастями ну ты же приехал ну ну и что смысл что ты приехал то ты заработал на зарплату себе дополнительно а то ты приехал и ничего не заработал как ничего не заработал ну как ну тебе ничего не дадут дополнительно на ничего не было как ничего не дадут а как они дадут если ты ничего не сделал нет хозяева то что тут в который идет меня это вообще никак не касается не дали они мне не дали они мне у меня тариф непонятно это контора ведь нет я их отправил все не дали они мне не дали я пометки поставил поехал все я там был мне заплату заплатят нет есть какие-то бонусы что-то нет 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 открывай ИП работай на тебя да может перерыв давайте давайте я думаю что давайте через перерывчик встретимся если какие-то вопросы будут пока подумайте лицензия 5 штук может это свой концерт надо ВСРО это а это что такое это это строительная ремонтная арта строительного объединения вступить нужно по-первых мы найдем друзей с газом надо немножко лицензию да там тоже сколько я с лицензией вот 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 я вот вот кто хочет например вот такой вот сознательный и живешь да как нет я тебе просто говорил нет я вот я вот я вот я вот я вот и вот вот я я вот я вот я вот я вот я вот у нас газовики я обслуживаю вот они знают жуковские они знают старый фонд который они умеют делать они форсунки делают они делают там они вот так же на окладе себя ну а если оборудование это новое заставляет делать что они отказываются а если новое оборудование отказываются делать они они заставляют в организацию обращаться та которая это либо мы либо мы вам отключим это отгребают то есть не делают конечно нет нет если я говорю сознательный какой то есть этот человек который любит это дело да то есть он с душой к этому он интернет нароет он там это он приедет сделает но такие обычно у нас еще помимо технического обслуживания ну тех кто полностью делает обслуживание у вас еще есть подразделение ремонтник которые именно ремонтируют и так проверить целостность оборудования исправность оборудования а вот если вопрос какой то возник то идет ремонтная бригада, которая непосредственно... А там уже от выбега, сколько ты сегодня, 3 котла сделал, а завтра 5 сделал, а послезавтра 8. С каждого у тебя там 300, 500, 800 рублей. Все зависит от котла, как ты вымазался, как ты это. То есть у нас тоже так. Дизельные котлы 60%, эти котлы газовые 40% от выработки. То есть на договоре, который котел стоит 30%. Тут как бы может разница этого, но тут же уже руководство должно решать, как, чего, где. А вы должны определить, нужно вам это или нет. Если так все плохо, то зачем работать? Если так хорошо в сторонних организациях, работайте в сторонних организациях. Пожалуйста, просто сравнили. Просто сравнили. Просто сравнили. Просто сравнили. Нет, сейчас вопрос ответ, и все. Как выяснилось, что смотришь. На, что смотришь, как смотришь. Вот здесь 4. Обычная котла уже большая, на детекаре. То есть по большому счету 10. Ну, пошли. Два болта вот это снимаем. Подняли комутик наверх, и этими же узкогубцами вот так вот резиночку на изломочке. Вот, зацепил, на изломочке. Там у вас идет, соответственно, отсюда. Новые модификации котлов, они уже у нас идут с разъемной, не знаю, с хорошей. Они уже идут у нас с разъемной. То есть корейцы хотели сэкономить. Вот эти штуки сделали пластмассом. Наделали много вот таких вот этих. Пластмасса как бы не текла. Работала до 5 лет. У нас сейчас стоят они пластмассы. Ну, как бы неуверенность и ценник. А вот это, значит, у нас есть 8. Ну, 9. 9. 10. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. туда товар, забирали запчасти. На данном этапе Иринай вышел на уровень, на Москву его перечислили, а москвичи, они, как правило, не хотят заморачиваться. Если у тебя там не будет запчастей, они умные, они грамотные, у них там большой потенциал, но он, как правило, я их просто не знаю, поэтому мы говорим, что это театр, 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 театр. Я вам скажу, что многие театр, которые идентичны, даже производители одинаковых компоновок. Газовый клапан здесь, насос здесь. Единственное, что нельзя укореть, это нельзя насос, например, от ДЭО поставить на Навьен, потому что у них будет миллиметры, будут разницы в шельчатке, например, на спросах, у зазора будет миллиметр, разница, у них там может идентификация. Вот с Навьеном, вот я говорю, катушечки вот эти вот подходит, почему-то, я не знаю. Но все равно, модуляционная катушка отличается, то есть в комплекте где-то что-то все равно изменено. То есть я так, чтобы не было лагиантов. А если сведения, я говорю, что у генератора не надо платить. У нас есть такие какые, какие есть подложки, как генераторы, есть ли они. Я точно не понимаю, что я поняла, что это не пинается. Берете лампочку, обычное накаливание, т.к. национальное число систематизирует. Паджер и это зауважает. А я не леон. А я тоже не элегантный, но не ходите.